всем привет дорогие друзья и хорошо вам настроение с вами про и мы продолжаем играть драконы всадники олуха так седьмой день забираем 52 миллиона древесины древесины у нас и так полным-полно и сразу посмотрим есть у нас события да ребята угроза злобные вандалы спасибо что написали в комментариях что началось событие поэтому ребята с помощью вас естественно я зашел узнал и продолжаем значит играть так посмотрим что у нас тут 300 миллионов древесины куда мне эту древесину ребят лучше бы мне дали железо бы 300 миллионов был бы намного признателен оно мне необходимо глянем что у нас тут чего там конечно держи карман шире буду я тебе тысячу с им отдавать за какую-то там вшивую древесину нет уж без этого обойдемся так мне дали какое-то яйцо ненужное давай иди зови остальных пускай там летят куда неизвестно понятно что не к нам так железо да родной полетишь дальше за железом потому что мне это необходимо у нас сейчас все стоит именно из-за железа ребят так ты полетишь у меня за рыбой весночёстый наверно тоже полетишь за рыбой так этот за древесиной ну что родной ты будешь у меня обучаться хотя какое тут слишком мало времени прошло и поэтому ты его ни за какие коврижки не заставишь прокачиваться здесь может что я хочу сказать лети ну пришлось ребят потратить 4 до 4 железа но это на благо как говорится смотрим у нас по рыбе то вообще как-то да не очень все хорошо рыбы очень мало у нас так слетим и там чтобы уже понабрали всего сейчас надо будет это все брать так хвостаяр 76 уровень да получил только что и тыкве брон тоже получилось давай наверно тыкве брона качнем и хвостаяра пускай оба идут тренируются ну а ты ты-то как понятно он никак он все еще друзья сопротивляется как только может но что я могу сделать ну сопротивляется и все не хочет он переходить титан я не знаю почему я бы на его месте бы наоборот бы рвался в титаны потому что титаны это мощь это сила так ну и что ты нам дашь соточку прям ну понятное дело что ты потом дашь мне тусклый энтарий по итогу мне выпадет тусклый энтарь это я даже ребят нискоречко не сомневаюсь в этом так ну что где у нас гнездо тусклым энтарем нас просто тут запичкают так ты лети давай не знаю там куда-нибудь ты за рыбой ты за древесиной пока как бы так сделаем ну ты что мне тут дальше так маленькую статуитку какую-то мумию я не знаю ну вроде бы жутик слушай вот это что-то огнепек огнепек жуть они кстати чё-то чем-то похожи ну на самом деле нифига не не похожи не ничем вообще жутика не знаю зачем я жутика начал прокачивать ну пускай будет ребят так здесь ну-ка посмотрим да неужели попался ребят попался он наконец-то он переходит у нас брызговик уровень 91 то есть дальше мы его можем прокачивать спокойненько так инферно тоже не забываем про него прокачку 217 то есть я могу только один раз сделать и все и это все что мне позволили один разочек его короче поднять по уровню так этот у нас рыбку носит расширьте академии ну в общем тут все понятно да у нас получается все сделано единственно что нам нужно проверить это наших мелких подожди вот здесь мы еще чтобы не дозабрали так этого опять же отправляем за железом сколько у нас 917 всего лишь пока 917 железа ну да железа мало сущие копейки ребят у нас от скольки там от трех тысяч по-моему на идет по-моему от трех тысяч ну очень конечно дофига надо прям дофигище этого железа и причем я его нигде не могу взять вот только вот с помощью своих драконов которые летят на задание и там его так сказать добывают больше никак давай лети в приключения тогда уж 3 500 да конечно прикольный скин но мне сейчас как-то не до этого если честно так смотрим что у нас тут а мы еще получаем с собой награду опа давай дальше по двадцатки да окей награда у нас 500 зубочисток одина ну нормально что могу сказать очень даже неплохо здесь заберем древесину здесь у нас редкий пак по моему мы ставили на открытие точно что у нас здесь древоруб шторморез ужасное чудовище змеевик и все в редком паке вот так вот вы вы серьезно ребят но это по мизеру просто по мизеру они мне дали всего три вида драконов три вида это я считаю сверх борзость можно достать любит никогда в редком паке так не было мало драконов никогда что-то не жадничать стали в последнее время игра меня просто ребята обламывает полностью во всем что здесь что в черепашках на кубках полностью меня ребят облапушивают ладно на этой на их совести как говорится что я буду что я сделать ничего не могу вид я стараюсь и так изо всех сил ну что настала пора нам идти на события где она там вот она четыре дня семь часов у нас до закрытия события как ты понимаешь очень длинная то есть нам придется наверняка на него потратить три дня то есть это все мои рабочие смены и плюс еще один выходной и делать это нужно ежедневно потому что четыре дня если мы не укладываемся то она прогорает делай выводы ну что с этими ребятами я думаю никаких проблем принципе не должно у нас быть волна тем более 1 так что сейчас мы их тут быстренько то наверное и разберем это у нас два змеевика один на строкрылый другой непонятно какой там недоросли одним словом хвостом да хвостом опс уклонение он не попал по нам едем дальше ну давай плод мудрости нет нет никакого тебе плода мудрости получи как говорится рыбки по минимуму но зато 50 рун ребята это говорит о том что у нас уже 2000 рун ну хорош так прогрузилась все таки 2000 рун как я и говорил так ну что же у нас следующий бы блин мне не нравится вот идет вылеты но здесь их меньше ребята в юрском парке их просто тысяча за одну минуту ты можешь вылететь три-четыре раза так у нас тут одна волна но их тут трое поэтому наверно я все-таки начну так ну да принципе правильно все сделали с водореза тогда приступим сейчас его попробую ауч недобитыш появился у нас да он тоже в принципе промахиваться нормально все так вот понижение атаки не в тему этого в минус отправили хиляться нам надо по моему пока не надо ребят поэтому бомбанем как говорится по низме ему защиту и дальше мы его сейчас просто криво клыком уничтожим ну что змеевичок вот ты и попался старый ты проедоха что-то будешь делать все все мои драконы с пониженные друзья так и были прикинь прилив сил что ли точно но вот это уже другой разговор прилив сил это всегда хорошо ну что двигаемся дальше я не знаю ребят сегодня хотелось бы поиграть мне наверно еще стиквар легаси посмотрим успею или нет что там у нас водорез и душитель этот само собой наверное начну с водореза хотя душитель был бы мне наверно сподручнее потому что у него классовая как говорится слабость перед нами перед моими оп и не добил какой же ты а не смог добить этого ханыгу ладно добьем так уж и быть а тут две волны тут надо тогда хиляться тут две волны уже пошло все кто там нас опять они вдвоем они вдвоем ну вдвоем то вдвоем вдвоем и значит получит по полной программе по шеям сейчас война на сюда все таки сделаем а если бы я сразу бы еще и своим бы барсиком бы ударился он бы был уже не жилец вот что я тебе могу сказать со стопроцентной уверенностью добивай его так древесина 75 миллионов такое себе такое себе так скажем и загадочный пак мы уже получаем то есть у нас еще получается две энергии как раз мы забираем с тобой полторы тысячи тусклый интерьер кстати надо будет его потом пойти и поставить на преобразовываться в блестящий интерь естественно так сколько вон 2 меня это вполне устраивает я обожаю когда всего лишь одна или две волны но никогда 33 это что-то перебор а когда мы с тобой на выживалке играем на 6 этих 6 волна это конечно вообще люто пускай их всего три поединка но по 6 волн конечно жесть это прям действительно испытание смотрим у нас 23 прилива сил и всего лишь две груши но как по мне ребята груша наверное все таки будет эффективнее чем прилив сил я думаю ты понимаешь почему потому что груша может сразу захилять нашего персонажа любого а прилив сил это только дает откат точнее набор нашей энергополоски вот этой вот на супер удар так что как бы все таки хил тут выигрывает как ни крути перед ультой смотри что творит а буржуи не добитый на тебе получи раз танк так тебе значит можно обижать моего кривок лыка ты гаден что напросился а давай его в труху вот так вот ну и здесь тоже мы получаем 75 миллионов рыбы мало дают и у нас последний на сегодня получается поединок последний одиночий одиночий одинокий волки мое это у нас сородич шепота это не особо сильно силен так скажем и не особо опасен в отличие от других истинных шепотов ну что ты что ты понятно с тобой все так и это последний у нас хламоны вот то что тут конечно два а тут даже 33 стража прикинь а у такс если мы сейчас им дадим тут разгуляться я думаю будет плохо мне особенно если этот начнет свои супер удара эти начнут глушняк врубать наверно надо лечить лечить сюда ударим сейчас кто-то из них сделать супер удар это наверно будет громобой причем он потратил всего лишь две энергии это говорит о том что на следующий ход скорее всего а мы его сейчас уничтожим вот посмотрим сможет ли сейчас костолом пробить барсика он наверняка я был сто процентов уверен что он пойдет на барсика если честно а он взял на костолома пошел я не понимаю почему не так делают у него же классовая слабость перед силой перед этим как как звать-то эти стражей это ну короче перед войнами он все равно пошел на него в атаку дурачок но опять выпадает нам древесина короче не особо хороший у нас сегодня был куш тусклый интере забираю и соответственно я его сейчас естественно буду преобразовывать главное не забыть а у нас же еще пак здесь монетки водяная шторморез крылатый ужас экзотический шепот смерти ну и прекрасно так сезонный абонемент так может быть мне купить пока есть к возможности так а что у нас там что-то столько событий здесь хвостаяр крогана камнеглот камнеглот то есть он глотает камни что ли получается зачем могут глотать камни объясними пожалуйста на милость меня больше удивлять ребята что у меня 164 дракона из 672 ты просто вот представь 672 дракона почти больше чем полтысячи куда их столько представляешь же так ну что я никого а подожди я могу я могу ребята и ну-ка айти не хватает пускай тогда идет собирает мне хотя бы 4 железа это тоже лишним то не будет у нас да так я хотел янтарь преобразовывать поставить две штуки пойдет хотя бы две штуки а вообще у меня их сколько сколько у меня вообще этого янтаря 91 штука изваяние дрессировщика титанов это обучайте дракона светящих валки быстрее за меньшую сумму вводит быстрее детенышей изваяние бронекрыла изваяние дымодышащий душитель а чё он дает он дает 69 процентов к рыбе и плюс 31 к древесине слушай ну я например могу поставить вон драконов в наличии 7 змеевика например можно поставить да ну я имею ввиду изваяние змеевика на олухе а подожди а у меня на олухе вот там пишется внизу на олухе сколько стоит их ну вот например здесь два сколько туда идет 28 и 72 тут больше на древесину идет на акцент рыбий хвост скорожал ну скорожалы я знаю я их видел но что-то мы их не используем тайфумеранг хвостаяр вот шепот смерти он идет больше акцент на рыбу давай может быть поставим пускай стоит ребята каши не просит а копеечку приносить будет так и что я хотел я хотел еще что не поставить ну например я сейчас посмотрим нос чешется ё-моё бронекрыл пускай тогда тоже здесь где-нибудь рядышком стоит интересно бронекрыл вот этот вот костолом он относится к бронекрылу и последнее извояние я поставлю сейчас какой-нибудь какое-нибудь надо ставить то извояние чтобы на олухе было как можно больше драконов принцесса огнеедов вот принцесса огнеедов мы лично с тобой отправляем ее за наградами так что пускай строится в общем сутки будут ставится у нас три этих извояния так ну что друзья а на этом пожалуй сегодня я буду и заканчивать эту серию всем удачи и до новых скорых видосиков